Рада видеть вас. Очень позитивный отклик, получая от того, что родители настолько интересуются информацией, касающейся психологии, воспитания, развития и так далее. Поэтому, если моё сегодняшнее участие будет здесь плюс, то я буду как минимум это начать. Что касаемо стилей воспитания, психологическая литература уже вывела такие стили. И считается, что есть три стиля воспитания таких основных ведущих. Это такой, как авторитарный стиль, демократический стиль и юбиральный стиль. Сами слова говорят за себя. Если мы говорим об авторитарном стиле, то это очень системная семья с большими запретами, с многочисленными запретами. Старшие очень сильно, жестко регламентируют поведение детей. Причем сами являются тоже показателями такого поведения. Очень правильного, очень, как вы знаете, размеренного. Но суть авторитарного стиля в том, что здесь есть такое взаимодействие с детьми, когда чуть ли не в форме команд обращаются к детям. И запреты, если нарушаются, то они санкционируются такими жесткими наказаниями. И, как правило, взаимодействие с ребенком переходит в то, что ребенок часто боится своих родителей. И не потому, что он принял правила, а потому, что он боится наказания, он подчас принимает именно эту модель. Но особо ему выбора не дается, раз уж он в такой семье. Другое дело, каким он вырастет потом, после того, как станет взрослым человеком, и как это скажется на его собственном стиле, его собственной семье. Сейчас, это чуть позже, а сейчас для сравнения демократический стиль общения, уклада семьи. Здесь взаимодействие всех членов семьи, друг с другом, они основываются на уважении. В первую очередь на уважении. Ребенка принимают тоже как такую самодостаточную единицу. И к нему тоже проявляется много внимания, много уважения. Уважение это в общем понятие, а все это проявляется в ласке, в заботе. Я не говорю о том, что там, где был авторитарный стиль, там не было ласки и заботы. Там они были, но вот этой жесткости там больше, нежели такого мягкого подхода. Если мы говорим о демократическом стиле, то здесь, конечно, ребенок имеет возможность донести до родителей, ну, когда он уже обладает такими способностями, возможностями уже возрастными, он имеет возможность донести до родителей свое отношение, свою точку зрения. Родителям не безразлично, как относятся к каким-то вещам его ребенка. И когда он, ну, все дети создают такие моменты, когда есть поступки, да, когда есть отклонение в поведение, то здесь в первую очередь взрослый хочет понять причину, привешивая к тому или иному поступку. Когда он это видит, он разбирает с ребенком какие-то моменты, и не то, чтобы он ему оставляет, наследает и указывает, как это делать, он ему раскрывает другие возможности, как можно было бы это жить по-другому и так далее. Что касаемо либеральной семьи, вроде как, особенно те люди, которые побывали в семье такой старитарной, жесткими правилами, думают, вот я создам семью, и тогда пусть будет свобода, я хочу просто уповаться в свобода, и пусть мой ребенок тоже будет свободным. Однако это такая ловушка, когда мы говорим о том, что ребенок, которому предоставлена свобода в полной мере, он не знает, что делать с этой свободой. Поэтому ребенком надо управлять в обязательном порядке, в плане интересоваться его потребностями, его мотивами. Если не будет взаимодействия, этого не случится. Поэтому, когда мы говорим о либеральной семье, там родители занимаются своими делами, ребенок предоставлен сам себе, с маленькими какими-то фрагментами взаимодействия. И здесь такое стиль обращения. Ты уже взрослый, сам разберешься. Или тебе выбирать свои интересы. Мы не можем говорить об идеальном укладе семьи без отрыва от рассмотрения экономических возможностей семьи. И часто, когда мы говорим о том, что родителям некогда заниматься ребенком, очень часто мы имеем в виду, очень, знаете, как, какие-то такие вот, я хочу, чтобы вы понимали, это речь не идет о безразличии к ребенку. В силу обстоятельств, мама должна заниматься работой. Но многие так думают, ну, нет возможности, ну, что делать? Есть там, есть мультики, есть игры, есть еще что-то, что заменяет. Часто маме некогда, ей нужно сделать все свои хозяйственные дела, но кроме этого она должна и за собой приглядеть и так далее. Лишь бы ребенок был в поле зрения, лишь бы он, шу, как вы говорите, не травмировался, да? И вот эти вот все наши выручалочки в виде гаджетов, они очень сильно идут в ход. О последствиях плохого, влиянии их на развитие ребенка, на его психическое состояние, мы получаем гораздо позже. Это все накопительная такая вот история, которая выходит какими-то, знаете, дезориентацией ребенка вообще в мире. Потому что он все глубже уходит в восприятие этих героев, и он себя начинает отожлить себя с ними. Он реальность оценивает уже ошибочно, уже не так, как должен был быть. Самое лучшее, что мы можем предложить для того, чтобы даже самая занятая мама, я думаю, нашла бы 15 минут перед сном, прочитать сказку своему ребенку, если он маленький. если это дети постарше, то поговорить о том, что его волнует, настроить его на следующий день. Ребенок должен понимать в определенном возрасте уже причины своего поведения. И если мы говорим о том, что каждое поведение несет за собой последствия, то этому тоже обучают родители. И когда мы говорим о том, что есть мера наказаний, я не говорю, что надо наказание применять в странах. Знаете, это просто и как-то. Но быть последовательным, это очень хорошая, ну, такая вот тактика. Если вы что-то обещали, надо выполнить. Если вы заобещаете, тогда не разрешайте. Ну, вот такие какие-то моменты. Если у нас в семье, кроме мамы и папы, есть старшие, то отношение к ним вырабатывается и воспитывается через родителей. Есть такие базовые вещи, которые являются фундаментом для психологического здоровья в семье. Самое главное все-таки это любить. Вот именно в этом понятии, понимании, я вот пришел к этому, сколько я уже 25 лет занимаюсь в практической психологии, все-таки без любви ничего не волнуется. Нужно любить. И самое главное, мы любим, мы за детей стараемся, мы любили размер работы, работали в четырех местах, отвечают родители. Мы все делаем для них, и туда повезем, и сюда, и за границу. Но это любовь как бы откупная. Мы откупаемся от детей. Такой животрепещущий вопрос, проблема, что делать с ревностью? Когда рождается второй малыш, старший начинает ревновать. Как это все контролирует? Какие бывают возрастные периоды, какое поведение считается нормальным, и как родителям это реагирует? Вот я недавно работал женщиной, но она мать-одиночка, как раз дочке было три года, и не слушается, и избивает меня, кусает меня, и в истерике. Если что, бросается на ковер, и а-а-а-а. Ну, естественно, она начинает ее избивать, ставит в угол. Я говорю, вы не пейте, пусть поплачет. Пусть поплачет. Один раз, два раз, не обращайте внимания. А потом, просто как ничем не пугал, пригласит ребенка, чай попить, или еще что-то. Это вот психология, американская особенно, которая больше базируется на магических началах. Это называется контролируемая глупость. То есть ты начинаешь прикидываться перед ребенком там, и чтобы манипулировать им. Ну, а что я просто вечером именами говорю? Какой-то ребенка манипулирует, чтобы вывести его из этого крельса. И все эти моменты у ребенка прошли, вот раза три-четыре, и все, ребенок уже так не делает. Ну, самая хорошая вещь, когда вы уже знаете, что будет ребенок следующий, второй, третий, дай Бог, сколько возможно, уже на этом этапе информировать детей по возможности. Конечно, мы опять-таки не можем однозначно сказать о всех ситуациях, потому что дети могут быть разными по возрасту, по-разному воспринимать, но все же в приемлемом форме. И когда ребенок знает о приближающемся событии, когда будет рождаться его сестричка или братик, вот уже это отношение заложить на этом этапе, отношение любви, отношение ожидания, и уже обозначить, ты уже будешь старше, ты будешь заботиться. Понимаете, отстранить старшего ребенка, ну, это очень плохо. Важно, чтобы и ребенок был привлечен ко всему, что происходит с младшим. В буквальном смысле отдавать ребенка на заботу, конечно, мы не можем. Дети старшие не всегда еще это могут сделать. Но понимать свою значимость, вот в общем деле, если они это чувствуют, тогда ревность может быть минимизирована. Она будет. Сказать, что ее вовсе не будет, ну, это неправда. Она будет, но будет еще чувство любви к новому человеку в семье, и это чувство любви будет расти больше, и оно будет заслонять ревность. А потом она, ревность сама собой уйдет, потому что она не может оставаться в том виде, в котором была изначально. Что касаемо, когда родители говорят о том, что ребенок стал требователен, и он стал капризен, вот в три года. Конечно, уже сейчас многие знают о кризисе трех лет, и они не информированы. Может, не столь глубоко и прям детально, но так или иначе, они, как правило, родителю так свойственно. Он пошел там другого члена семьи, потому он такой. Или у него это кризис, я все понимаю, но меня это не устраивает. Что делать? Конечно, мы говорим о том, что доносим до родителей плюсы этого кризисного поведения. Когда мы говорим, слава Богу, что это есть, но этим надо грамотно управлять, не отводить всю свободу на то, чтобы он делал все, что хотел. Инициативно, самостоятельность ребенка, вот это осознание себя самого, да, это очень хорошие признаки кризисного поведения, но подстроиться к нему, сделать так, чтобы то, за что взялся ребенок, имело результат, причем хороший результат, и не говорить ему о том, что без меня бы ты не справился. Умница, молодец, посмотри, ты когда был маленький, не умел этого делать, а сейчас ты умеешь. Еще один момент, на что хочется очень сильно обратить внимание, это очень многие психологи сейчас проповедуют, не сравнивать ребенка с другим членом семьи, с другим ребенком, с любым другим, сравнивать его с самим собой, только когда он был меньше, потому что мы ограничиваем шансы на успех этого ребенка, если начинаем сравнение, всегда кто-то будет более... В чем-то, в чем-то больше не будет. Поэтому очень важно, чтобы родитель выработал эту привычку в себе не сравнивать, а делать вот такие вещи. Чтобы не было соперничество, которое может привести негатив. Да, на самом деле это правильная вещь. Самый первый кризис вообще от кризис новорожденности, потом кризис первого года, когда мы говорим, что ребенок переходит в новое качество. Понимаете, да, до рождения он был в совсем другой среде, в других условиях, он появился на свете. И тут очень важно, чтобы был постоянно поддерживался эмоциональный контакт с мамой в течение всего первого года. Это очень сильно отразится потом, последствия на его отношении к людям вообще. Будет ли он открытый и такой, знаете, открытый к общению или замкнутый и с враждебностью. Во многом зависит от взаимодействия мамы с ребенком. Когда мы говорим о трех лет, мы уже... А, стоп! Годик. Годик. Годик, когда ребенок начинает ходить и начинает говорить. Это тоже новое качество ребенка. Он по-новому, новый ориентир окружающего мира. Когда три года, мы уже сказали, семь лет это новое взаимодействие со взрослым, когда он может принимать учителя, понимаете, да, это новые социальные роли, новые социальные контакты, отношения со взрослыми, отношения со сверстниками выходят на новый уровень. И что касаемо подросткового возраста, это кризис, когда мы говорим, что ведущим видом деятельности здесь является все же общение. Да, ребенок хочет общаться все ради общения и его место в этой группе, с кем он общается, кого он стремится, для него выходит на самый важный ранг. И даже мнение родителей здесь не столь значим. Ребенок впервые может заявить о своем мировоззрении, о своем таком, знаете, точке зрения. С этим важно считаться. говорить о том, что он говорит все правильно и прям восхвалять его не стоит, но и как бы перечеркивать такие вещи нельзя, потому что на самом деле вот там это все берется. Когда мы говорим о конфликтных взаимоотношениях, вот вроде как другой среды, послушники, такой прям глаза смотрят, а дома огрызается. Вы знаете, это первое первое вот такое противоречие, когда вот он вроде как может и он знает многое, а в обществе нельзя и он здесь пробует. С самыми родными, с самыми близкими, потому что близкие простят, близкие в общем понимаете, там не очень проститься ему. Ну, как сказать, в разных семьях, опять возвращаясь к первому вопросу, это все происходит по-разному, если есть возможность с ребенком разговаривать на интересующие его темы, вопросы, на все, что его наполняет, можно тревоги ребенка успокоить. Это же все, что его волнует, чтобы он не искал ответа где-то во мне, чтобы он не стремился в закрытую какую-то компанию, где об этом будут, это будет обсуждаться, и однозначно неопытность этих членов этого клуба, так скажем, да, оно даст плохие какие-то, возможно, плохие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok